В первую очередь я ожидал, наверное, на этой неделе подъема от Сан-Антонио. Я его увидел. Команда выбралась в зону плей-офф. Команда добилась несколько уверенных побед над сильными соперниками. И та игра, которую показывали подопечные Грега Поповича, позволяет нам с надеждой смотреть на дальнейшие матчи. Еще, если говорить о западной конференции, то, наверное, стоит упомянуть ту дикую концовку в матче Сакраменто против Мемфиса. Когда Сакраменто мало того, что упустил преимущество в 20 очков, которое у него было, так еще и мудрился проиграть матч, бездарно отыграл в защите, когда у Мемфиса оставалось на последнюю атаку всего 0,3 секунды. Для того, чтобы закончить матч броском, необходимо как минимум 0,4 секунды, по правилам NBA. Поэтому единственный вариант, который оставался у Мемфиса, это набрасывать алиуп на кольцо, что они и сделали. Но почему-то под кольцом Kings никого не оказалось. И это, в принципе, характеризует тот Сакраменто, который мы видели последние несколько лет. Если же говорить о Восточной конференции, то начал набирать форму Леброн Джеймс, то он набрал 35 очков против Бостона, Бэттену Матч набрал 41 очков. В принципе, Кливленд тоже подтянулся к лидерам и начинает показывать первые признаки той игры, которую ждут болельщики этой команды. Из не совсем баскетбольных событий можно выделить Коби Брайанта, который побил рекорд Хавлитчика по количеству промахов за всю историю. Это, конечно, достижение сомнительное, но не упомянуть об этом нельзя. Тем более, мы говорим о суперзвезде NBA, коей является, естественно, Коби Брайантова.